друзья приветствую на своем канале как вязать чтобы смотреть все мои новые видео первыми нажимайте на колокольчик подписывайтесь на канал друзья не забывайте ставить лайки моим узором и видео и так по многочисленным просьбам сегодня с вами будем вязать вот такую чудесную кокетку из колосков волшебных колосков друзья смотрится великолепно можно связать кардиган свитер пуловер во всех изделиях узор смотрится великолепно итак друзья начинаем с вами вязать нужно набрать число петель кратное двум так как мы начинаем вязать резинкой один на один вот здесь появится ссылка посмотрите как я набирала петли фабричным способом можно абсолютно любым способом набрать петли и перейти далее к вязанию великолепного нашего узора и так я набрала семьдесят две петли и провязала резинкой вот здесь у меня фабричный набор далее провязала 2 3 сантиметра можно провязать резинкой в зависимости от вашего проекта и переходим к вязанию узора 2 лицевые петли из вот этой протяжки я провязываю 3 петли лицевая накид лицевая далее петлю переснимаю нить рабочая за работой снова из протяжки я провяжу 3 петли причем скрещенная я делаю чтобы у нас все смотрелось красиво то есть за заднюю стенку я провязываю лицевую накид и еще лицевую то есть таким образом мы прибавку сделали в рапорте 2 петли прибавили далее 2 лицевые петлю с пересняли далее продолжаем так вязать второй ряд 2 лицевые следующие 3 петли мы просто переснимаем на правую спицу не провязывая при этом нить рабочие у нас остается за работой следующую петлю мы провязываем лицевой петлей мы ее снимали в предыдущем ряду и вот эту петлю мы чередуем через ряд провязываем в одном ряду в следующем снимаем чтобы смотрелось красиво следующие 3 пересняли и далее 2 лицевые петли и следующая лицевой все далее мы повторяем этот рапорт давайте еще провяжем вместе две лицевые 3 петли пересняли следующая лицевая снова пересняли 3 2 лицевые и и лицевая далее повторяем друзья третий ряд мы делаем перестановку вот эти три петли мы переносим на правую спицу и вот так меняем местами с первыми двумя и сейчас я не снимая спицы провязываю сразу же эти три одной лицевой за заднюю стенку и вот эти две петли лицевой 1 и 2 следующую петлю мы переснимаем и снова мы чередуем меняем местами 2 и 3 то есть три первые мы на второе место перенесли а две следующие на первое и провязываем 2 лицевые и за заднюю стенку следующие 3 я провяжу одной лицевой все далее переснимаем петлю и продолжаем так вязать до конца ряда четвертый ряд все очень просто у нас все петли мы провязываем лицевыми до конца нашего ряда далее друзья смотрите мы продолжаем вязать нашим узором который я вам показала как вязать каждую петельку и теперь я покажу как я буду делать прибавки в нашей кокетке вот здесь я продолжаю вязать наш узор как мы его вязали и ранее с вами и смотрите вот здесь после нашего колоска основного я начну делать прибавку из протяжки я провяжу изнаночную скрещенную далее вот эту петлю я просто пересниму и снова из протяжки я провяжу изнаночную скрещенную вот здесь у меня будет образовываться мой дополнительный колосок дальше и покажу вам далее как мы будем делать далее прибавки продолжаем так вязать смотрите я провязала еще несколько рядов и сейчас вот здесь мы сделаем еще прибавки то есть основной колосок я продолжаю вязать узором нашим основным и вот сейчас две лицевые это колосок закончился и из протяжки я снова сделаю прибавку с одной стороны нашего нового колоска изнаночную скрещенную я провяжу из протяжки вот этот центр будущего колоска и вот сейчас я еще из протяжки провяжу изнаночную скрещенную таким образом мы снова в каждом раппорте по 2 петли прибавили вот я провязала еще несколько рядов и еще нам нужно сделать прибавки наш основной колосок я продолжаю вязать основным узором и после этого колоска мы уже с вами сейчас начнем формировать новый колосок 2 лицевые основного колоска вот и теперь нам нужно из протяжки 2 изнаночные и вот здесь из протяжки я сейчас провяжу 3 петли лицевая накид лицевая то есть это уже у меня первый ряд узора будущего колоска следующую петлю пересняла снова из протяжки я провяжу скрещенной лицевая то есть за заднюю стенку я вяжу классическим способом поэтому скрещенная за заднюю стенку накид и лицевая и пока что у меня здесь еще 2 изнаночные но скоро я перейду на лицевые продолжаем так вязать и сейчас смотрите я уже хочу завершить мой основной колосок но вы смотрите по своему изделию возможно вам для вашего изделия нужно вы хотите чтобы этот колосок был больше длиннее но я сейчас его закрою покажу как это делать я как обычно сейчас переставляю местами три на два делаю перестановку петель но я хочу чтобы завершение моего колоска было объемным лепесточки чтобы вы смотрелись объемными для этого я вот эти три петли не лицевой провяжу просто как я делала это ранее а из нее вы вяжу одну лицевую накид и лицевая это придаст объема вот этому лепестку и дальше смотрите внимание еще один момент следующие две петли я провяжу лицевыми а вот эту центральную петлю я тоже из нее вы вяжу опять таки чтобы смотрелось объемно вы вяжу из одной петли лицевая накид лицевая это даст нам объема лепесточку далее мы точно также делаем перестановку как делали раньше петель 3 на 2 и первые две я провяжу лицевыми а вот из следующих трех я опять таки вы вяжу 3 петли за заднюю стенку вывязываем лицевая накид лицевая все отлично готова друзья вот что мы делаем с нашим новым колоском 2 изнаночные пока что у нас здесь провязываю эти три петли я пересняла лицевая центральная снова 3 пересняла и 2 изнаночные далее посмотрим что я буду делать с новым колоском и так продолжаем вязать и так друзья давайте сейчас закроем вот эти лепестки я за заднюю стенку провяжу 3 это у нас основной наш первый колосок за заднюю стенку провязываем 3 петли 1 лицевой вот у нас получится такой красивый аккуратный объем 2 лицевые и снова вот эти три петли я провяжу 1 лицевой за заднюю стенку чтобы у нас петли красиво легли и смотрелось очень у нас красиво и аккуратно далее снова 2 лицевые и следующий лепесток мы тоже провяжем за заднюю стенку 1 лицевой все у нас основной колосок с вами закрыт далее у нас пойдет здесь лицевая гладь но я покажу как мы будем делать дальше прибавки и так наш новый колосок мы уже сейчас будем менять местами 5 петель 3 на 2 вот таким образом и за заднюю стенку лицевой и вот эти петли я уже начала вязать лицевыми пересняла снова 3 на 2 делаю перестановку и первые две я провяжу лицевыми 1 и 2 и вот эти три одной лицевой все друзья далее у нас повторяется узор друзья сейчас я хочу вам показать как мы делаем в последующем прибавки которые вам нужно прибавить в вашей кокетке смотрите значит я продолжаю вязать здесь у нас лицевые уже петли где мы закрыли колосок я вяжу до нашего нового колоска и вот здесь где у меня начинается новый колосок я буду делать прибавку лицевой скрещенной за заднюю стенку из протяжки провязываем лицевую все дальше у нас наш новый колосок вяжем все так же как мы и вязали с первым нашим колоском все точно так же друзья лицевая лицевая из одной лицевой мы вывязываем 3 раз два три лицевая снова мы вывязываем 3 2 лицевые и симметрично мы снова сейчас из протяжки добавляем петлю лицевую все друзья то есть далее продолжаем вязать также и посмотрите какая красота у нас получилось друзья это великолепие ставьте лайк этому узору этой красивейшей кокетке и начинаем вязать новый проект друзья а на сегодня все до новых встреч пока пока у нас у нас у